Привет всем! В эфире студент АУ. О последних событиях в жизни Ставропольского государственного аграрного университета расскажу вам я, Алина Равзенко. В Ставропольском ГАУ состоялось торжественное открытие второго потока школы фермера, проекта Росельхозбанка. Основной целью является поддержка молодых предпринимателей в сфере АПК на всех этапах развития. Подробнее смотрите в сюжете. За одним столом представители бизнеса, финансового рынка, государственной власти и образования. В Ставропольском государственном аграрном университете состоялось торжественное открытие второго потока школы фермера, проекта Росельхозбанка, реализованного при поддержке Минсельхоза России. Телемост объединил 15 регионов, в которых сегодня начала работу школа фермера. И в принципе, что можно сказать о фермерах, да, на наш взгляд, на наш взгляд Министерства сельского хозяйства, наши фермеры – это сейчас такая хорошая, правильная опора развития сельского хозяйства. Наши фермеры стали уже достаточно подготовленными, образованными, знающими. В Ставрополье участвуют в проекте второй раз. В прошлом году наш регион вошел в четверку первопроходцев и показал отличные результаты. Первым из глав субъектов Российской Федерации – старт работы второго потока школы фермера дал губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров. Во второй поток школы фермера прошла отбор 21 заявка. Никита приехал из Новопавловска. Учится на первом курсе аграрного университета, но уже смотрит в будущее и хочет заниматься овощеводством. Сейчас я, допустим, участвую в направлении овощеводства, то есть в дальнейшем можно открыть свою теплицу. Я познал очень много компетенций, нужных и новых мне. Допустим, та же экономика сейчас у нас будет, я в ней вообще полный ноль. Это будет очень полезно. Узнаю более углубленно процессы выращивания в закрытом грунте. В проекте принимают участие как состоявшиеся бизнесмены, так и новички. У каждого из них своя история, но главное, что их объединяет – желание учиться и развивать агропромышленный комплекс родного Ставрополья. Не собираюсь использовать химикаты, ничего, чтобы все было именно натурально, потому что семья у меня большая, у меня у самой трое детей, сами любим кушать именно натуральные продукты. И хотелось бы, конечно, чтобы Ставропольчане кушали тоже очень хорошие продукты. Школа фермера – образовательный проект, нацеленный на рост профессионализма в агропромышленном комплексе. Во втором потоке обучения будет идти по трем направлениям – овцеводство, садоводство и тепличное хозяйство. Занятия будут проходить как на базе СТГАУ, так и на производстве компаний-партнеров – группы компаний «Домате», плодообъединения сады Ставрополья и АПХ «Экокультура». Теоретическую часть программы слушатели будут осваивать на базе Ставропольского ГАУ с привлечением материальной базы, центра, опережающей профессиональной подготовки. Мы считаем, что мы активно поработали для того, чтобы второй этап прошел более продуктивно. Это не только наши преподаватели, лучшие преподаватели, наши доктора наук, профессора. Это и преподаватели ведущего аграрного вуза Москвы, нашей Тимирязевки легендарной. Это профессора Российской Академии Наук. Все делается для того, чтобы это действительно было очень и очень эффективно. По окончанию школы слушатели получат главное и бесценное – знание. И, конечно, возможность защитить свои проекты, принять участие в грантовой программе и получить финансирование на развитие своей идеи. Сразу после официальной части участники школы-фермера сели за парты. Приказом номер 81 от 17 февраля 2021 года по Институту дополнительного профессионального образования Ставропольского государственного правного университета зачистить слушатели дополнительной профессиональной программы. После оглашения приказа началось обучение. Оно продлится до конца мая и включит в себя поддержку проектов молодых предпринимателей в сфере АПК, повышение их финансовой грамотности и оказание содействия в материальной поддержке предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. Анастасия Погребная-Минжилов, Пресс-служба СТГАУ. Завершилась работа проекта «Школа медиа» для активистов пресс-центров факультетов. Ребята прошли недельный интенсив, благодаря которому смогут повысить качество контента в своих группах. На финале ребята представили новые логотипы факультетов. Подробнее Влада Тырсикова. Телефоны, ноутбуки, камеры, пауэрбанки. То, без чего эти ребята не представляют своей жизни. В точке кипения СТГАУ завершился внутривузовский проект «Школа медиа», который объединил команды пресс-центров факультетов аграрного. В течение недели ребята изучали основы СММ, дизайна, копирайтинга и фото, чтобы повысить качество контента в группах факультетов в социальных сетях. «Школа медиа» – это достаточно традиционный для нас проект, который мы в этом году решили провести с новыми силами, в новом формате абсолютно. И основной задачей было прокачать пресс-центры факультетов. Тех студентов, которые занимаются информационным освещением деятельности, вообще жизни факультетов. И хотелось наладить консолидацию, вообще какое-то такое взаимодействие с администрацией факультетов, с деканатами, с учеными, чтобы вся студенческая и не только жизнь, в том числе научная, учебная, общественная и так далее, вся навелась и освещалась в группах факультетов. На закрытии, аккумулировав полученные знания, участники представили обновленные группы – от контент-плана до дизайна. Кроме того, студенты также представили варианты обновленных логотипов своих факультетов, которые в дальнейшем имеют все шансы стать официальными. Учили в течение пяти дней, такой пятидневного интенсива ребят, вообще всем аспектам, наверное, деятельности по освещению, любой информационной какой-то там политики, любой информации в соцсетях. Надеюсь, что у нас это все получилось. Уверена, что получится создать и бренд-бук университета, сделать первые шаги к этому, чтобы он был официально закреплен. И радует, что мы можем подключить к такой глобальной истории, как бренд-бук, как логотипы факультетов университета студентов. Ярким завершением вечера стала выдача сертификатов участникам проекта. Несмотря на то, что образовательный интенсив закончился, работа с пресс-центрами не прекращается. Команда «Аграрный медиа» в дальнейшем планирует регулярные, ежемесячные сборы активистов пресс-центров для рефлексии и обмена опытом. Влада Тырсикова, Амин Джилов, пресс-служба «Эстегау». В «Точке кипения» «Эстегау» состоялся долгожданный прямой эфир с общественными представителями агентства стратегических инициатив. О том, как прошла трансляция и чем поделились приглашенные спикеры, смотрите в сюжете. «Точка кипения» «Эстегау» распахнула двери для своих верных друзей – агентства стратегических инициатив. Объединяя активных граждан и предоставляя им возможность реализоваться, ОСИ способствует развитию нескольких важных для России направлений. Основная цель – это скоординировать всю экономику, то есть все, что новое, взять, все идеи взять и двигать экономику вперед. Причина возникновения ОСИ и как он взаимодействует с точками кипения. На эти и многие другие вопросы ответили общественные представители агентства стратегических инициатив «Ставрополья» направлений предпринимательства и технологии и социальные проекты. «Где вы в городе еще найдете такое место, где можно собраться и обсудить какую-то интересующую вас тему, связанную с городским развитием, со студенчеством или даже с тем же самым обучением. Это точка кипения». Речь шла и о приоритетном для команды «Точки кипения» мероприятии – проект на образовательном интенсиве. Что это такое и для чего он нужен – лейтмотив диалога. Уже совсем скоро на базе Ставропольского ГАУ пройдут открытые лекции по рынкам национальной технологической инициативы, которые помогут студенчеству работать в области развития приоритетных рынков, а также стать востребованными на современном рынке труда. Влада Тырсикова, Амин Жилов, Пресс-служба СТГАУ. А завершилась неделя ярким, а главное – очным мероприятием. Городской дворец культуры вновь наполнился шутками, смехом и молодежью. Финал Лиги КВН «Кавказ» собрал на сцене 10 команд из Северокавказского и Южного федеральных округов. В том числе и команды те самые Ставропольского государственного аграрного университета. Как обычно, юмористы шутили на актуальные темы, не обошли стороной снегопады и деятельность губернатора. Значит, мы подумали, вы же у нас крутой губернатор, мы прям краж для народа, знаете. Вот, и мы сейчас-то, люди из кино, и подумали про вас супергерой спективно снять. Вот, название, короче, такое – «Единорус утерп всем нос». Поболеть за наших пришли не только студенты, но и руководство университета. Игру посетил ректор Ставропольского ГАУ, профессор Иван Вячеславович Атанов. По результатам игр команда СТГАУ выиграла Кубок Лиги Кавказ Международного Союза КВН и поездку в Сочи. Поздравляем, ребят, и желаем удачи в дальнейшем. Это был Студент АУ. Увидимся на следующей неделе. И помните, поступайте правильно, поступайте в аграрный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова